Ночью, находясь на маршруте патрулирования в посёлке Славянка Хасанского района Приморского края, инспекторы Дорожно-патрульной службы заметили в окне второго этажа многоквартирного дома блики огня и дыма. Сначала увидев в окне на втором этаже огонь, сотрудники ГИБДД приняли его за свет ночника, но когда в следующую секунду оконный проём заволокло чёрным дымом, поняли, что имеет дело с пожаром. Доложили дежурному посредством радиостанции, незамедлительно приняли решение проехать к данному дому. Подъехав к данному дому, мы не смогли сразу попасть в подъезд, так как стоял дымофон, беспорядочно нажимали все разные квартиры, нам удалось всё-таки дозвониться до одной квартиры. Спустя некоторое время, когда сотрудники полиции уже приняли решение взломать дверь, один из жильцов дома впустил их в подъезд и присоединился к спасательной операции. Вместе они разбудили соседей по лестничной клетке и сумели войти в задымлённую квартиру. Внутри помещения полного едкого дыма полицейские и пожарные отыскали молодую женщину без сознания и трёхлетнего ребёнка. Девушка рвалась всё равно в квартиру, где было очень много дыма, и, ну, видать, за ребёнком просто. Она не знала, что ребёнка уже вынесли и передали соседям. Потом совместно с сотрудником пожарной части произвели дымоудаление, то есть открыли дверь на балкон, открыли окна, прошли на кухню с фонариками, просветили, чтобы, ну, что возгорание уже ликвидировано. Прибывшим медицинским работникам стражи порядка передали ребёнка и женщину. Врачи сообщили, что если бы они ещё 10-15 минут провели в задымлённой квартире, спасти пострадавших было бы уже невозможно. Хочу поблагодарить от всей души экипаж 24-15 за спасение моей жизни и моей дочери. Ситуация была крайне ужасная, и хорошо, что в этот момент они были рядом и помогли в такой вот трудный момент. Так, благодаря оперативности и отзывчивости полицейских, а также слаженным действиям сотрудников госавтоинспекции, пожарной части и медиков удалось избежать трагических последствий. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестов, Новости на Восьмом.